Август – сезон тихой охоты за грибами. Однако, если не следовать определенным требованиям, последствия сборов природных даров могут оказаться плачевными. Героям нашего сюжета однозначно повезло. 28 августа в 11 часов утра Елена и Алексей Правдины отправились за грибами в лес около села Ермолина Фурмановского района. Супруг хорошо знал местность, был там несколько раз, поэтому женщина полностью доверяла своему спутнику. Спустя время грибники поняли, что зашли слишком далеко. Ведь вокруг одни болота, а солнце почти спряталось за горизонт. Пара не теряла надежду и через пять часов вышла к железнодорожному пути. Стоит отметить, что грибники привыкли посещать лес без мобильных телефонов. Но в этот раз, как чувствовали, взяли с собой. «Я позвонила, и наши мальчики быстро среагировали, очень быстро. Я не знаю, как они определили наше местное восхождение. И как нам объяснили четко, куда идти. Сказали, вставайте лицом к линии. Лицом на солнце и линии. В левую сторону. Идите, мы вас встретим. Мы говорим, да не надо, да нас дети, мы вывозьмем детей. Нет, идите, мы вас будем ждать». И мы пошли, очень тяжело было идти. Мы с грибами полными. И потом по гравию. Там гравий же. И очень… А у нас резина… Вот. Но когда мы их увидели километра через три-четыре… «Мы не поняли, что мы их увидели». «Сразу легче стало, и мы…» «Они из машины вышли. Пошли нас пешком встречать по линии». «Они подогнали машину, насколько смогли, ближе к нам, чтобы нам было… И, конечно, я им благодарен истинно, что они так участвовали, ну, как там сказать…» «Принимали участие». «Принимали участие в нашем…» «Спасении». «Спасении». «Спасении, да». Благодаря звонку на номер экстренной службы спасения, добросовестным сотрудникам ДПС и полиции, эта история оказалась со счастливым концом. Мужчины установили место положения потеряшек и отвезли к месту, где началось их грибное путешествие. В конечном итоге выход в лес, который был запланирован всего на час, занял целый день. Уставшая, но счастливая пара вернулась домой только в 19.00. «Мы выехали, по пути следования мы им позвонили, спросили, где они находятся. Они сообщили, что находятся, вышли на железнодорожные пути на отметке 391 километра. Мы посмотрели по навигатору, подсказали им, что им нужно повернуть налево, они выйдут к селу, к станции Ермолина. По приезду мы постарались максимально приблизиться к их местоположению, вышли на железнодорожные пути, встретили их». Сейчас здоровью наших потеряшек ничего не угрожает. В скором времени они снова пойдут в лес за грибами, но отмечают, что подготовка к такому походу будет более серьезной. Спасатели рекомендуют все время двигаться в одном направлении, ориентируясь по солнцу. Еще один хороший вариант – линия электропередачи или лесная просека. Следуя вдоль них, вы услышите в конечном итоге шум машин или лай собак. Чтобы облегчить спасателям поиски, для похода в лес выбирайте яркую куртку и головной убор. А нелюбимый грибниками – камуфляж. По мере продвижения в чаще оставляйте за собой различимый след. К примеру, в виде обломанных веток. МЧС также рекомендует установить на смартфон свое приложение «Помощь рядом». Нажмите в нем кнопку 112, и специалисты быстро смогут отследить вашу геолокацию и выехать навстречу.